Это кухня минимум плюс. Затрат для приготовления будет минимум, а удовольствие максимум. Здравствуйте, меня зовут Наталья и сегодня мы с вами приготовим хлеб в рукаве в духовке. Хлеб по этому рецепту получается как у бабушки в деревне, вкусный, ароматный, с хрустящей корочкой. И для приготовления понадобится минимальный набор продуктов. Вода, соль, сахар, дрожжи и растительное масло и мука. Вот я в миску выливаю стакан теплой воды, температура 40-42 градуса. Отправляю туда с горкой столовую ложку сухих дрожжей, столовую ложку сахара, тоже с небольшой горкой, чайную ложку с небольшой горкой соли и 2,5 ложки растительного масла. Потом мы еще масло будем вмешивать в тесто. А сюда добавляем вот так вот 2,5 ложки. Все хорошо размешиваем и добавляю муку. 3 стакана муки, стакан, второй, третий. Хорошо замешиваю тесто, вымешиваю его. Потом сначала ложкой, затем стол смазываю растительным маслом, отправляю туда тесто и вымешиваю уже на столе. Как только начинает липнуть, я смазываю руки растительным маслом и опять вымешиваю тесто. Месить надо его где-то минут 5-7. Вот прошло 5-7 минут, тесто получилось вот такое вот мягкое, податливое. Сформировала батончик, смазываю его растительным маслом со всех сторон. Вот оно такое мягусенькое тесто. Смазываю растительным маслом. А я напоминаю, вот такой вот хлеб у нас сейчас будет. И отправляю в рукав. С одной стороны рукав я завязала, и сейчас с другой стороны. А, еще что, забыла. Сверху посыпаю кунжутом. Хорошо, хорошо посыпаю кунжутом. Он такой вкусный потом на печеном хлебе. Завязываю, и можно отложить в сторону. Вот так вот для поднятия. Если вот так вот на столе, то форма получается как немножко расплющенная городская булочка. Но я отправляю форму для выпечки размерами 23 на 7 и на 13. Вот где-то час постояла. Форма, хлеб поднялся. Выпекать буду при температуре 200 градусов 20 минут и 180 градусов где-то около часа. Вот я достала уже хлеб с духовки. Убираю рукав. Хлеб должен остыть. Аромат на кухне, как на хлебобулочном комбинате. Сейчас мы его разрежем и попробуем. Хлеб хорошо режется. Мягкий. Чуть-чуть влажный. Хорошо хранится, но съедается он очень быстро. Немножко распался, но это не беда. Очень мягенький хлеб. Корочка толстенькая. Корочка это вообще как мечта всего детства. Очень вкусный хлеб. Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии. А я не говорю им до свидания. Я говорю до скорых встреч. Это я, Наталья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!